Продолжение следует... Приветствуем всех истинных поклонников смешанных единоборств. Вы смотрите программу «Около клетки» и сегодня мы говорим о турнире «Беллатр-277». Просто сумасшедший турнир, два титульных боя, но самое главное – финал Гран-при в полутяжелом весе. Вадим Немков против Кори Андерсона. Будем говорить об этом поединке и о многих других. С вами, как всегда, Алексей Володин и Ян Баранчук. Ян, привет! Привет, Леша! Здравствуйте, друзья! Друзья, действительно крутейший карт, прямо на заглядение. Можно сказать даже, что один из важнейших турниров этого года произойдет совсем скоро. И два титульных противостояния в том числе. Если Гран-при в легчайшей весовой категории только набирает обороты, анонсируются первые поединки. Кстати, Никита Михайлов получит возможность побороться за место в этом Гран-при, потому что уже и Серхио Петис не примет участие, и Джеймс Галлахер, так что появились еще свободные места. Об этом мы тоже, безусловно, расскажем. То на этом турнире «БеллатР-277» очень много станет ясно, и многие точки будут расставлены. Ну и вообще, надо, наверное, сказать несколько слов о том, насколько важен и значимый этот турнир для Скотта Кокера. Потому что далеко не каждому турниру Скотт Кокер делает отдельные пресс-конференции вообще в другом городе. Потому что к этому турниру пресс-конференция прошла в Лос-Анджелесе, а турнир пройдет в Сан-Хосе. Ну, кстати, именно Лос-Анджелес почему-то выбирается местом для вот подобных больших пресс-конференций. И так было и в прошлом году, когда состоялся первый поединок между Патрисио Питбуллем и Джейм Макки. И, да, так получается, что, кстати, так было и накануне, если не ошибаюсь, московского турнира «БеллатР», где дрался Федор Емельяненко, и тоже пресс-конференция была в Лос-Анджелесе. В общем, видимо, там есть определенное место, которое очень нравится Скотту Кокеру, и где он предпочитает проводить подобные мероприятия. Там специальный коммутатор, видимо, стоит. Что касается важности и приоритета вообще на этом турнире, если мы отойдем от позиций болельщика из России, да, вот если возьмем нейтрального болельщика, то как ты думаешь, Ян, какое событие действительно круче? Немков Андерсон или Маки Фрейр и реванш? Если ты ни за кого не болеешь и вот просто следишь за боями. Ну, мне кажется, во-первых, они сопоставимы. И здесь, на мой взгляд, если мы возьмем общую мировую аудиторию, то разделятся примерно 50 на 50, потому что, с одной стороны, здесь главная суперзвезда организации J.M.A.K.E. – это реванш. И здесь и бразильская публика, и американская, в общем, да и по всему миру. В общем, многие считают, что тот же и Маки, и Питбуль смогли бы подраться с топами аналогичного дивизиона в UFC вообще. И не факт, еще неизвестно, кто бы одержал победу. Поэтому здесь, конечно, своя интрига. С другой стороны, ну, полутяжелый вес, который к себе привлекает всегда просто невероятное внимание. И финал Гран-при. Да, история с Гран-при тоже суперзначимая. И тоже титульный бой. И, как известно, формат Гран-при имеет особую прелесть. И здесь, получается, последний год люди ждали этой развязки. И, наконец-то, вот сильнейшие, без преувеличения на данный момент, полутяжи Беллатора, Вадим Немков и Кори Андерсон сойдутся в клетки. И тоже невероятно сильный дивизион. И тоже, если брать категорию до 93 килограммов в аналогичных организациях, вернее, в других промоушенах, в том числе в UFC, тоже Беллатор может поспорить. И явно этот дивизион здесь не слабее. Да, тут, кстати, напрашивается аналогия, потому что не так давно состоялся турнир в UFC, где тоже было два титульных боя во главе карда. В Комайн-Ивенте тоже боец из России. Естественно, вспоминаем Петра Яна. Ну, многие из вас, наверняка, этот бой посмотрели. У нас на YouTube-канале вы можете посмотреть материал. Поговорили мы с судьями, с Марией Махмутовой, с Артуром Шайховым. Они дали свою оценку, конечно же, по первому раунду в том числе. Так что, если кому-то интересно, там все детально, подробно и четко расписано. Но единого мнения нет. Это уже другая история, как говорится. Кстати, Ян, для тебя как? Петя или... Однозначно Петр Ян. Ну вот, в отличие, например, от того же нашего коллеги Давида Кучешвили, который очень взвешенно и рационально объяснял, в общем, почему он считает, что Петр выиграл первый раунд, я подобными выкладками похвастаться не могу. Я вот просто считаю, ну, я еще очень сильно за Петра болел, и мне кажется, он выиграл. Но я не претендую на объективность данной ситуации. Поэтому мне кажется, что этот первый раунд действительно можно было оценить как угодно. И в любом случае, я думаю, это не ограбление. Не ограбление. Именно вот под категорию ограбления это не подходит. То, что может было и так, и так. Говорят о том, что судьи долго не работали. Но это тоже отдельная история. Давай вернемся к Белатору. Как ты думаешь, бой между тем же Вадимом и Кори может пройти по сценарию Петра и Стерлинга? Ведь стилистически возможно. Такие мысли возникали. И, в общем, я не знаю насчет стилистически. Я имею в виду, что спортсмен очень высокого уровня. И мы знаем, что Кори, если надо, он может включить форсаж. Но также он может и пойти в длинную. И здесь может быть очень конкурентный поединок. Я надеюсь, как бы это, возможно, странно не звучало, что этот бой закончится досрочно. Естественно, в пользу Вадима. Потому что свеж в памяти поединок Молдавского против Бейдера. И вот сейчас Петр Ян. И получается, в последнее время... Я не буду тут сейчас включать теорию заговоров и так далее. Но, как показывает практика, давно, кстати, уже устоявшаяся, что если в титульном особенном бою российский спортсмен в Америке показывает примерно равный бой, то вероятность того, что ему отдадут победу, крайне мала. 99,9. Поэтому надо выигрывать или доминирующе, или досрочно. Вадим полностью с тобой согласен и прекрасно это понимает. Но к этому поединку подробно мы, конечно же, подойдем чуть позже. У нас есть масса материалов. Съездили мы в Старый Оскол несколько раз, причем и перед подготовкой, и после. Так что покажем все мнения. Но давай сначала поговорим вообще о карде. Ведь турнир-то, помимо титульных событий, далеко не проходной. Имена здесь очень серьезные. Там и Арон Пика, и Тарел Форчун, и Тимоти Джонсон, который с Федором дрался в Мэн-эвенте в России. Много чего интересного. Для начала, как всегда, предварительный карт. Вот он, вашему вниманию. Выделяется здесь бразильский флаг и Ролан Грейси. Но, наверное, этого парня не лучшие времена пока. Да, Ролан Грейси представитель, в общем, знаменитого клана. Да не то, что у него не лучшие времена. Но я надеюсь, что у него все хорошо в семье, в личной жизни. Наверняка у него есть еще работа, помимо выступлений по смешанным единоборствам. Рекорд Ролана Грейси – ноль побед и три поражения. Причем последнее поражение в Белатере. Безусловно, мы знаем, что Ройс Грейси в отличных отношениях со Скоттом Кокером. Он постоянно присутствует на турнирах. Нейман Грейси – один из лучших полусредневесов Белатера. Но, дорогие друзья, ни в коем случае не прельщайтесь громкой фамилией. Если вы любите делать ставки на ММА, я, в общем, вас предостерегаю. На Ролана Грейси не ставьте на этот турнир. То есть по Ролану можно определить как раз степень доверия Кокера и Грейси. Я имею в виду Ройса Грейси. Да, причем, если я не ошибаюсь, там прям довольно такие тесные родственные связи. То есть это не седьмая вода на киселе. Но, с другой стороны, надо еще посмотреть, кто такой Тайсон Миллер. И что-то подсказывает, что все-таки матчмейкеры хотят, чтобы Ролан Грейси задержался в Белатере, зацепился. Поэтому, вероятно, мы увидим конкурентный бой. Но Ролан уже не раз демонстрировал болельщикам, что он может проиграть кому угодно и, в общем, как угодно. Ну и вообще, часто мы говорим про характер андеркарда, да, именно в рамках турниров Белатер. На этом турнире будет очень много и домороченных спортсменов, очень много будет бойцов, которые имеют борцовскую базу. Победители турниров NCAA, естественно, по колледжам много выступали. Статус Ул-Американ имеют и так далее. Вторая часть предварительного карда вашего внимания. Но, сразу хочу сказать, просто ребята, которые сюда попадают, да, я имею в виду Рафаэль Карвальо, Даблиджан Экшимурадов, Тайрел Форчин. Это бойцы вообще ни разу не для андеркарда. Даже не для андеркарда UFC. Да, это проявление той тенденции, которая возникла, в общем, с переходом Белатера на Showtime. И нам анонсировали очень долго, что вот вы увидите, что отношение к андеркардам изменится. И этот турнир наглядное тому подтверждение. Действительно, отношение изменилось. И многие спортсмены, которые вот 100% приняли бы участие в основной части турнира немножко уровнем пониже, здесь оказались за бортом основного карда. Но это ни в коем случае не умаляет, в общем, значимость этих поединков, в том числе и для весовых категорий, в которых они проходят. Ну, здесь, например, есть Бобби Серонио, третий, представитель бойцовской династии, чей путь только начинается. Второй профессиональный бой, если не ошибаюсь. Крачвер очень мощный боец есть также с ломбарда. Этот поединок не случайно находится довольно высоко. То есть перед как раз Форчином и Даблиджаном. И еще я выделил Гастон Баланса. Тоже яркий парень с прекрасной ударной техникой, быстрый, скоростной. Поэтому здесь, правда, прыжочный вес у них будет, но по факту это легчайший. А так или иначе, на Баланса, обратите внимание, точно стоит. И это если мы еще не берем самые громкие бои, которым, наверное, давай при этой части перейдем. Ну, да, и, конечно же, наши старые знакомые, да, Форчин Кливленд, буквально за несколько часов до начала нашей трансляции выяснилось, что Тони Джонсон не сможет принять участие в поединке против Даблиджана Икшимурадова, и на замену вышел Карвальо, экс-чемпион Беллатера в средней весовой категории. Да, Даблиджан переживает не самые лучшие времена на бумаге, но он ни в коем случае не уничтожен, не подавлен, не зажат. У него был шанс в гран-при, он им не воспользовался. И с Кори Андерсоном как раз был тяжелый очень поединок, и именно Даблиджан на самом деле подкинул массу материалов, на которые опирался в том числе Вадим Немков при своей подготовке. Но обо всем по порядку. Если не ошибаюсь, то начнем мы наше обсуждение с Кайла Крачмера и Майкла Ломбардо. Полусредняя весовая категория. Кайл Крачмер представитель такой очень распространенной и далеко не всеми любимой когорты очень крутых борцов, которые специализируются на большом количестве контроля в партере. У него огромный бэкграунд в любительской борьбе в университетской в Соединенных Штатах Америки. Из этой же когорты можно сказать и Остин Вандерфорд, и Джонни Иблен, и многие-многие другие спортсмены в Беллатере. Ну и, как мы понимаем, Майклу Ломбардо в этом смысле нужно действовать не то, что однообразно, но учитывая все-таки его более чем серьезное преимущество и в росте, и в размахе, учитывая его неплохие скоростные качества, надо встречать. Таких парней, как Крачмер, надо встречать. Потому что у него не то, что там одно сердце, а три. Он работает, прибавляя не от раунда к раунду, а с каждой минутой. Поэтому здесь, мне кажется, очень тяжелая задача у Ломбардо в этом поединке. И кажется, что Крачмер должен одержать очередную победу решением. Да, причем у Ломбардо довольно крутой послужной список. Хороший рекорд, 12 побед при всего лишь двух неудачах. Но, конечно, соперников уровня Крачмера, во-первых, у него не было. Во-вторых, что-то подсказывает, что практически всем оппонентам Кайла Крачмера, как минимум в Беллатере, тренеры говорили одно и то же. Именно ту фразу, которую ты только что произнес, надо встречать. Безусловно, Ломбардо, используя свое преимущество в антропометрии, попробует удерживать Крачмера на дистанции, попробует максимальное количество времени проводить в стойке. А вот удастся или нет, вопрос спорный. И здесь я с тобой, Леша, согласен. Но, мне кажется, Крачмер фаворит. И еще один момент небольшой. Опять же, будем периодически все время отсылаться к бою Вадима Немкова. Но для Ломбардо критически важно прокачать умение вставать из борьбы. Так же, как и для Вадима. В бою с Куряндышом нужно дойти может. Так вот, вот это умение подниматься из борьбы, оно сейчас становится просто какой-то надежной ахиллесовой пятой. Просто этому уделяется очень много времени. И вот так вот просто наработать этот навык не так-то просто. И мы это видели, например, в разных залах, как очень опытные, именитые, маститые спортсмены имеют с этим большие, даже большущие проблемы. Поэтому если у Ломбардо получится из-под этого трактора Крачмера вставать, то у него могут быть шансы. Да, причем, если брать так стратегически, развитие ММА именно как вида спорта. Помнишь, когда-то мы восхищались великолепной защитой от тейкдаунов, когда спортсмены очень грамотно, например, Келвин Гастеллум и другие, работали именно у сетки, находясь к ней спиной. Теперь это уже не считается чем-то необычным и не является признаком высочайшего уровня. Теперь уже, если ты выступаешь на высоком уровне, ты должен обладать хорошей защитой у сетки. А вот вставать еще далеко не все научились. И еще один маленький момент, который тоже чуть-чуть отсылает к Петру Яну, но не к самому бою. Если один человек показывает тейкдаун, а другой удачно от него защищается. То есть первое движение есть, а второе отступает удачно. Кому микроплюсик должен считаться? Тому, кто отступил или тому, кто показал? Я думаю, что Мария Махмутова с удовольствием ответит на этот вопрос. Нет, просто здесь именно вот твое-то мнение какое. Мне кажется, что успешная защита от тейкдауна должна идти в копилку спортсмена, который именно оборонялся. Это было лирическое отступление. Продолжаем разговор. Переходим к Давлиджану и к Шамурадову и его поединку против Рафаэля Карвалью. Но здесь как бы Гродно не видел. Простите, Карвалью на этой фотографии сейчас у него, ну, скажем так, не самые лучшие времена. Хотя, конечно же, с Лоренцем Ларкеном бой был неплохой и раздельное решение. Да, Карвалью... Еще отметим очень важный факт. Карвалью вышел на этот поединок на коротком уведомлении. Изначально Давлиджан должен был драться с Тони Джонсоном, но не с Рамблом, с другим Тони Джонсоном, которого, возможно, вы помните по противостоянию с знаменитым кикбоксером, который тоже выступает в Белатаре. Хезди Гергес, кажется, нет? Ну, который дрался с Хисаки Като, и они там закатывали, в общем, настоящие побоищи. Были нокауты и в ту и в другую сторону. По прозвищу Зашейти их. Джордж Шиллинг, с ним. Да, Джордж Шиллинг, вот. И, собственно, Тони Джонсон только этим и известен. Такой высокий, коренастый. И, в принципе, Давлиджан выглядел таким хорошим фаворитом. В итоге Тони Джонсон был вынужден сняться с этого поединка. И выходит, спортсмен гораздо более статусный, чем Тони Джонсон. Экс-чемпион, но при этом у Рафаэля Карвалию не было возможности, судя по всему, отказаться. Но это еще и 93. Ну, он уже не доступления в 93. И не самый удачный, в том числе и с Немковым. И у Рафаэля Карвалию из шести последних поединков пять поражений. Все началось с того момента, как он потерял пояс средней весовой категории, уступив Мусасе. Ну и с тех пор, в общем, просто какой-то кошмар творится в карьере Рафаэля Карвалию. Весьма вероятный будет еще одно поражение. То есть, как раз Гегард, получается, пробил во всех смыслах Карвалию. Ну, на бумаге у Давлиджана тоже два поражения. Поражением, простите, конечно же, досрочно он проиграл Кури Андерсону в третьем раунде. И решением Карлу Альбексену. Причем бой получился очень содержательный, на самом деле. Если все будет нормально, то все-таки Давлиджан, учитывая его колоссальный опыт выступлений, в том числе и в России, и в ИСЕЙ, должен Карвали вот такого, нынешнего Карвали, переезжать. Да, именно переезжать. Только не сразу, потому что Карвали всегда так потихонечку разгоняется. И это показывали поединки и с Буториным, и с Милинчуком, и с другими парнями в ИСЕЙ. Так что здесь, я думаю, Давлиджан все-таки является фаворитом, и Карвали будет сильно меньше. Да, вот это как раз главная, наверное, проблема Рафаэля. В его выступлениях в полутяжелом весе прям чувствуется, что несмотря на свой серьезный рост, да, 191 сантиметр, это все-таки природный средневес. И он уступает, там, уступал, как правило, в категории до 93, и в огневой мощи, и в борьбе не вывозил. Откровенно вот именно чувствовалось, что каждый раз ему не хватает физики. А Давлиджан на этом фоне смотрится, в общем, очень выгодно, потому что у него отличная борьба, он природный полутяж. И если не случится чего-то прям супердраматичного и необычного, как назывался один из наших сюжетов, в общем, мне кажется, что Давлиджан должен одержать уверенную победу. Да, и, кстати говоря, опять же, ты упомянул про Тони Джонсона, который изначально должен был драться с Давлиджаном. Вообще, получается, ну, тут какая-то смесь. Есть Энтони Джонсон Рамбл и Тони Джонсон, который дрался и в Белатри Войсей. И их-то путали часто, да, по именам. А здесь появляется еще один Тони Джонсон, то есть вообще полный тезка того, который побеждал Александра Волхова, например. То есть здесь, конечно, не мудрено запутаться, но в любом случае Тони наверняка увидим в будущем. Парень яркий, действительно, может много чего показать. Ну, а Давлиджану критически важно выиграть в этом противостоянии, потому что все-таки три поражения подряд. Здесь шанс на перезагрузку и того, и другого. И я бы так сказал, ну, опять же, это лишь домыслы, конечно, но есть ощущение, что все-таки матчмейкеры Белатера верят в Давлиджана. Действительно, он, в общем, ну, выходил, кстати, против Альбердсона на коротком уведомлении. И два поражения ни о чем не говорят. Это Давлиджан является очень хорошим, в общем, дополнением полутяжелой весовой категории. И, в общем-то, мне кажется, что есть ставка как раз на то, что, в общем, Давлиджан все-таки разбавит свои два поражения победой. А Карвали уедет драться куда-нибудь? Ну, вполне вероятно, да, потому что Карвали что-то надо делать в своей карьере. Он явно не вывозит в категории до 93 килограммов, а возвращаться в категории до 84 особого смысла нет. Возможно, да, сменит промоушен. Например, подерется с Александром Шелеменко. Почему нет, кстати? Про это бы даже говорили когда-то. Давайте двигаться дальше. Это, получается, у нас все-головное событие в рамках Андеркарда. А последними в клетку зайдут представители тяжелого веса. Это Тайрел Форчун и Раким Кливленд. И тот, и другой прекрасно знакомые вам, уважаемые зрители. Возможно, кто-то даже больше знает Ракима. И я не удивлюсь, потому что он дрался и с Рашидом Юсуповым, и с Максимом Гришиным, и со многими другими российскими парнями. Ну, а те люди, которые смотрят Белатр, конечно же, больше знают, наверное, Тайрела Форчуна, которому выписывались большие авансы. И вот сейчас как раз можно завести наш с тобой разговор в плоскость оправдал-не оправдал, на какой позиции сейчас находится Форчун. Он тоже чуть-чуть перезагружает карьеру, он такой доморощенный, абсолютно верный промоушену парень. Или же действительно он достиг потолка и уже плывет по какой-то определенной линии. Но мне кажется, что сейчас для Форчуна каждый бой как момент истины. Каждый бой – это проверка. Потому что он, да, действительно, будучи вскормлен в Белатре на соперниках гораздо ниже себя уровнем, сейчас все, его как птенчика такого выпустили из гнезда. И он вот как может, да, летит с переменным успехом. Но, тем не менее, он должен продолжать расти. Вот это, наверное, главное сейчас для него. В последнем поединке, если я не ошибаюсь, было поражение раздельным решением от Линтона Вассела. И Форчун, да, он, я бы не сказал, что прям вот его потолок уже достигнут. Мне кажется, что вот сейчас для него такой очень важный переломный момент. Или он все-таки застрянет, или он должен перебороть себя и рваться вверх. И в этом отношении, я считаю, все-таки Форчун фаворит в этом поединке. И ему необходимо прибавлять, ну, как бы здесь для него важнее даже не столько победить, да, сколько показать уровень более высокий, чем в предыдущем бою. То есть, получается, Скотт Кокер вообще подписал Кливленда как некий такой фильтрационный момент. Да, то есть, всем кажется понятно, что Раким за титул драться, ну, не то, что никогда не будет, но очень-очень вряд ли, да. И вообще, на самом деле, одному 32 года, другому 31, но кажется, что Кливленд просто дерется в вечность. Да, и он действительно был на пике несколько раз, у него были спады. Сейчас он проиграл последний бой досрочно, да, Стиву Моври, кажется. Вот, так что здесь с точки зрения обученности, опыта, да и вообще ударной мощи в том числе, Раким мало кому уступает. Он хороший, качественный тяжеловес, Раким Кливленд. И такие парни, учитывая, что очень часто вообще даже в очень хороших промоушенах возникают проблемы именно с самыми тяжелыми бойцами, он, конечно же, придется ко двору. Другое дело, что, ну, с Тайллом Форченом, да, он выглядит андердогом, но чуть-чуть понизить ему уровень оппозиции, или поставить его где-нибудь там, замыкая топ-10, отлично он справится с ролью такого Цербера, да, гейткипера, как говорят, за океаном, чтобы встречать молодежь, проверять новичков. Вот, у каждого своя роль. Джорни-мен в боксе – это чуть ли не ругательство, да, а в ММА, в общем, Джорни-мен – совершенно другая история. Да, тут не поспоришь, хотя есть такие Джорни-мены в боксе, которые, наоборот, именно на этом статусе выезжают и поднимают себе медийность очень сильно. Поэтому Ракиму Кливленду, скорее всего, не будут давать маститок ветеранам, для того, чтобы он их побеждал. Здесь вот эта проверка, и для Тайлла Форчена, это проверка даже с точки зрения роста его бойцовского IQ. Вот должен он это показать, потому что, скорее всего, это придется делать. И я могу предположить, что этот бой продлится долго. Будут осторожничать, и тот, и другой. Кливленд – это не такой рубак, который бежит сразу погибать, и во что бы то ни стало рубиться. Так что здесь не случайно этот поединок во главе карда, во главе андеркарда. Он обращает на себя внимание. Ну что ж, друзья, переходим к основному карду. Здесь у нас действительно каждый бой – это отдельное событие. Про два главных мы с вами уже поговорили. Дайджей Маки против Патрисио Питбуля. Вадим Немков против Кори Андерсона. Но и остальные два поединка. В общем, у нас тоже очень крутые. Уаррена Пико, к сожалению, вот буквально за несколько минут до начала нашей программы поменялся соперник. И вместо очень крутого Джереми Кеннеди вышел Эйдли Эдвардс. Прям минут. Все-таки, наверное, несколько часов. Несколько понятий растяжимых. И также крутейший поединок тяжелоесов Тимоти Джонсон возвращается после поражения от Федора Емельяненко. И будет он драться против вот этого улыбчивого парня Линтона Вассела, у которого на самом деле есть все основания для того, чтобы находиться в прекрасном расположении духа. Тогда, наверное, с него и начнем. С товарища дальнобойщика, всеми нами любимого. Тимоти Джонсон 37, а Вассел-то уже 38, между прочим. Он так здорово зашел вообще в тяжелый вес, да, какой бы вообще он, наверное, себе имя-то сделал после... Я имею в виду имя в тяжелом весе, имя у него было и до этого. Имя в тяжелом весе после победы над Сергеем Харитоновым. Это просто было образцово-показательно от Линтона. Отличная борьба, просто все сделал изумительно. И потом он вышел на серию, которая до сих пор не прерывается. Да, у Вассела все прекрасно. Да, очень тяжелая победа. Да, победа раздельным решением в последнем поединке над как раз тем самым Тайрелом Форчуном. Но это как раз один из тех случаев, на самом деле, не таких частых, как могло бы показаться, когда переход из полутяжелого в тяжелый вес прям видно, что человеку зашел. И причем в возрасте таком уже очень солидном. Да, Линтон Вассел был очень большим полутяжем. Но вообще никаких проблем. И он выглядит и внешне, и демонстрирует в клетке и выносливость, и физическую активность такую, что я не удивлюсь, если он будет драться как Чейк Конго до 50 лет, например. Почему нет? Вполне возможно. Ну, наверное, про Тимати такого сказать нельзя. Но, во-первых, он проводит бой менее чем через полгода после серьезного нокаута. Это первый момент. Давайте как раз посмотрим на резку. Во-вторых, опыта у него хватает. Пяти раундов, боев в том числе. И играть с длинным тоже умеет. Линтон Вассел не является спортсменом, который тоже бежит вперед, сломя голову. И здесь, кажется, учитывая то, что Тимати тяжелее, абсолютно точно, да, он уступает скорости перемещений Васселу, и ему придется сокращать дистанцию каким-то образом, так или иначе. Поэтому здесь клинч у сетки, вот эта работа на коротке, это все, что нужно Тимати Джонсону. А получится или нет? Вот это самый главный вопрос, как мне кажется. Ну, с одной стороны, может быть, пойдет поединок по сценарию, который ты сейчас описывал. С другой стороны, да, учитывая, что не такой Тимати атлетичный, возможно, он пытается тянуть на себя соперника. И затем использовать один из своих главных козырей. Это возможность взрываться, да, при вот такой своей внешности довольно неброской. Да, Тимати очень опасен, особенно там в первых двух раундах. И, конечно, еще важно очень для Джонсона избегать борьбы. Ну, избегать, в общем, переводов со стороны Линтона Вассела. А с защитой от тейкдаунов у Тимати тоже особо проблем никогда не наблюдалось? Тогда из плоскости поединка Тимати против того же Федора Ирискова можно перейти к бою Тимати более раннему, против Валентина Молдавского. Да, и ведь у Валентина много чего не получалось. Опять же, с точки зрения борьбы, да, была вязкая борьба у сетки, но не было критичных попаданий. Там был один момент, как сам Валентин отмечал, когда немного тряхануло и поплыл на секунду Молдавский, не успел Валентин доработать. Сможет ли Линтон работать в таком ключе с Васселом? Есть столько же сил у Линтона в борьбе? 38, опять же. Ну, конечно, бой покажет, но, возможно, кстати, сам Вассел, попробовав несколько раз провести тейкдауны, решит, что, в общем-то, легче использовать свое преимущество в антропометрии и работать с дальней дистанции. Очень интересный, очень интригующий поединок двух невероятно опытных спортсменов, у каждого из которых есть, в общем, свои сильные стороны. Ну, это, конечно, все звучит очень банально, да, но здесь, на мой взгляд, 50 на 50 совершенно точно. Ну и вот такие тейкдауны навстречу. На самом деле Тимати вообще мало кто проводил. Он в таком стиле не борется и ведется бой очень осторожно. Плюс у него динамит в кулаках, естественно, имеется. И граундный паунд у Тимати, если он вдруг увидит, что у него есть хотя бы секунда, он включается просто как бультерьер. И начинает работать по более маленькому противнику, в данном случае, да, Вассел? Он начнет работать просто в сумасшедшем темпе. Так что, я не знаю, 50 ли здесь на 50 или нет, мне кажется, Вассел все-таки может именно переработать Тимати в длинную. Плюс ко всему, у него очень хорошие удары ногами по второму этажу, которые он редко показывает. И здесь вот рискнет, не рискнет, потому что эффектная победа над Тимати, она выводит после эффектной победы Федора над Тимати, выводит Линтона на другой уровень узнаваемости. А ему нужны эти очки, потому что, по большому счету, Вассела не воспринимают как такую величину, большую величину в мире ММА. Но, с другой стороны, у Тимати Джонсона, вероятно, будут свои планы на этот вечер. И он уже ни раз и ни два доказывал, что его ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Тимати Джонсон, в общем, возвращался и срамил раз за разом скептиков. И действительно очень симпатичный боец. Ну, плюс еще к его там разным человеческим качествам, да. Добавим его и спортивные достижения. В общем, хорошее начало, тяжелая весовая категория. Ну и двигаемся дальше. Арон Пико, который находится просто в потрясающей форме, я бы сказал, в устрашающей форме в последнее время. Как вот на этой фотографии. Да, вот в такой форме. У него, ну, как мы уже не раз рассказывали, далеко не все ладилось изначально, когда он перешел из бойной борьбы в смешанные единоборства. Но вот сейчас все говорит о том, что в свои 25 он вышел вот на полную мощность. И в этой мощности, на этом уровне, он выглядит как один из главных претендентов вообще на титульный поединок в своей весовой категории. Совершенно не случайно Кокер поставил этот бой сюда. Мы знаем, что спорт не любит практику замен, специально подготовленных боев под главный бой, если вдруг кто слетит. Да, у него есть именно альтернативные бои в гран-при. Это другая история. Я имею в виду специальные бойцы, да, которые себя на замене. Такая практика, как, ну, ее нет по факту в Белатере. Так вот, Аарон Пика и Эйден Ли, не Эйден Ли, а Эдли Эдвардс. Эдли Эдвардс, да. Кстати говоря, Эдвардс дебютирует вообще в Белатере. Получается прекрасная возможность для Пика показать, насколько он хорош, да, для того, чтобы как раз тот самый титульный бой получить сразу же, без промежуточных остановок. Вот так нужно выстроить Пика. И, конечно, Кеннеди для этого подходил куда хуже, куда меньше. А я с тобой не согласен. Я считаю, что вот как раз... Так, Джереми Кеннеди для тебя списан материал? Так наоборот, Кеннеди заслуженный боец. И вот именно победив Кеннеди, как раз Пику бы уже заявлял о своих абсолютных титульных претензиях. А здесь, ну, побив по большому счету ноунейма, что он докажет, Аарон Пику? Что, ну да, он хорош. А, ну, многие там тоже, которые, бойцы, которые претендуют на титульный поединок в полулегком весе, скажут, ну, а кого он побил? Просто мне кажется, что спасибо вообще Эйдле Эдвардсу, что вышел на этот поединок. Потому что, да, вы посмотрите сейчас на цифры, 9 побед при одной неудаче. Но если конкретизировать рекорд Эдвардса, то там мы не найдем ни одного, в общем, серьезного соперника. С одной стороны, да. С другой стороны, парень этот не сдается. Он получил счастливый билет, попал в мейн-карт такого турнира, где к нему будет приковано очень много внимания. Если с нервами справиться, а мы знаем, что Пика, кстати говоря, с нервами не всегда в ладах. Сейчас вроде лучше, не спорю. Но проблемы определенного Пика были. И здесь для Адли шанс. Другого второго такого не будет. И на самом деле опыт у него тоже приличный и на любительском уровне, и на профессиональном. А Пика может как раз, если он вот эти все за и против сложат в голове, что мне даст эта победа? Мне даст только яркая победа с очень красивым финишем. А значит, я буду рисковать. И именно на это может Эдвардса рассчитывать. Ну да, здесь вот тот самый пресловутый фактор андердога. Плюс еще Пику готовился к одному сопернику, выходит совершенно другой. И действительно, если Пику побеждает, а весьма вероятно так и будет, то никто его не похвалит. Скажут, ну а как вы вообще хотели? А вот если Адли удастся, в общем, шокировать публику, то опять Аарона Пику, действительно, как ты отметил, у которого уже были проблемы со стабильностью и с психологией, опять весь этот шквал критики на него обрушится. И получится, что тот образ самого себя в глазах болельщиков, матчмейкеров, руководства Белатера, который он строил последние годы, будет полностью разрушен. Вот здесь вот как раз, да, очень серьезная ответственность лежит на Аароне Пику. И возможно, кстати, он примет решение пожертвовать яркостью, но зато убрать вообще любой риск и просто выиграть этот бой, забыть про него и идти дальше. Тоже неплохой вариант. Поживем-увидим, лично я в это не верю, но факт остается фактом. Аарон Пика продолжает сражаться действительно сам с собой. И на протяжении последних, наверное, трех лет. Но если бы вот остался у него Джереми Кеннеди, то все, говорили бы, да, очень крутой бой, да, там оба находятся в топе полулегкого дивизиона, ну а теперь, да, сам с собой получается. Поэтому интересно посмотреть этот поединок именно с точки зрения роста Аарона. Есть он, нет его, как он изменился с точки зрения бойца, как изменилось его поведение. И действительно, есть же путь, когда наоборот парни рубаки становятся расчетливыми. Есть обратный путь. Учитывая Аарона и все, что у него было в прошлом, наверное, нужно быть, да, чуть пособраннее, чуть аккуратнее. Ну что ж, поехали дальше. Второй по значимости формально. Первой по значимости. Ничего не знаю. Первой по значимости. Безусловно. Первый титульный бой. Финал Гран-при. Бой мечта. Вадим Немков против Кори Андерсона. В общем, поединок, который определит будущее полутяжелого дивизиона Беллатора на ближайший, наверное, год. Как минимум. И здесь, в общем, ну, конечно, мы болеем за Вадима, но в целом невероятно опасный соперник. Давай вспомним их путь, да, как они прошли по Гран-при. Но здесь, на самом деле, изначально отмечалось, что сетка сделана таким образом, что соперники у Вадима явно тяжелее, чем соперники, которые были в итоге у Кори Андерсона. Хотя, вообще, все сводилось к теоретическому реваншу Бейдера и Немкова. Но, как вы понимаете, так не вышло. В первом поединке Вадим Немков сразился с Филом Дэвисом в реванше. Пять раундов, а не три, как в первый раз. И шикарная трудовая победа. Вот четко три-два по раундам, да, все-таки в конце просил Вадим немного. Да, во втором поединке, в общем, ожидалось, что Вадим выйдет на бой против Рамбла Джонсона. Но в итоге там что-то ужасное произошло со здоровьем у Рамбла. Он до сих пор не выходит на связь. В общем, будем надеяться, что с ним все в порядке. И в итоге получил Вадима в сопернике Джулиуса Англицкаса. На самом деле, очень крутого парня. Американца литовского происхождения. Ничего, ни одного плохого слова не могу сказать про Англицкаса. Он дал бой и показал гораздо больше, чем от него ожидали. Кстати говоря, в интервью Вадим отмечал, что когда он бился с Англицкасом, он почувствовал тот удар, но ему не показалось, что это было настолько серьезно, как это выглядело по картинке. Говорит, у меня не было таких ощущений. То есть, да, меня немного там где-то повело, но вот настолько, насколько это было видно с экранов гаджетов и телевизоров, ну, такого просто не было. Это мнение Вадима Немкова. Кстати говоря, его большое интервью. Можете посмотреть в наших социальных сетях, в Ютубе в том числе. И вот фрагменты как раз его соперничества с Джулиусом Англицкасом, который, проиграв Вадиму, на самом деле, все равно себе вестов-то приобрел. Смотрелся очень достойно. В том числе, благодаря этому попаданию. Да, и теперь напрашивается поединок Англицкаса против Карла Альбрекцена. В общем, посмотрим, какое будущее. У этих спортсменов. Но то, что оно есть в Белатаре, и, в общем, они на очень хорошем счету, это совершенно факт. Кстати говоря, вообще история с Альбрекценом, это такой спасательный круг в определенном смысле для Скотта Кокера. Потому что Альбрекцент победил Виктора Немкова. И если он выиграет еще и у Англицкаса, то потом почему бы не устроить при любом раскладе бой Вадим Немков против Альбрекцена. Это было бы очень интересно. Да, мало того, есть подозрение, что Скотт Кокер устроит этот поединок, я имею в виду Немков Альбрекцент, при любом исходе поединка Вадима против Кори Андерсена. И в случае победы, и в случае поражения почему бы и нет. Другое дело, что если Вадим, на что мы, конечно, очень рассчитываем, останется чемпионом, то, возможно, Альбрекценту дадут провести еще один поединок, чтобы вообще вопросов не возникало. Три победы и затем уже бой с чемпионом. Да, и как раз у Вадима в Японии тогда эти проблемы и были, да, с Прохаской Альбрекценом. И он отмечал, что проблемы были эти исключительно в голове. Сейчас, Вадим, совершенно другой боец. Боец-чемпион с психологией чемпиона. И на самом деле он во многом, действительно во многом начинает напоминать молодого Федора. Да, уж дури, я думаю, такой витальности в Вадиме никак не меньше, нежели Федора в лучшие годы. Но все-таки, наверное, Федор чуть лучше борется. Нет? Я имею в виду Федора эпохи Прайда, эпохи Крокопа, Нагейры. Но тогда были вообще другие смешанные единоборства, и в Прайде были другие правила. И, в общем, сравнивать мы, конечно, можем, но лишь до определенной степени. Давай переходить к мнениям, потому что у нас их довольно много. Ну и начнем, естественно, с тренера Александра Васильевича Мечкова. Для начала короткая реплика от него. Кори вообще парень такой опасный. Большой, во-первых, физически сильный, ну и жесткий, бьющий парень. Поэтому вот это вот самое страшное, то, что он может попасть в любой момент. Очень опасный соперник. Я, если честно, считаю, это самый опасный для Вадима соперник, с которыми он дрался до этого, провел бои. Оптимально, чтобы Вадим попал. Лучше в первом раунде. Ну, я думаю, что Вадим побыстрее. Кори, конечно, быстрый парень, но Вадим по-любому побыстрее. Мы над этим будем еще работать. У него есть потенциал прибавить скорости. Тут чисто психологически, я уверен на 100%, что Вадим готов будет, как обычно, как всегда. Вот. Он как бы шаг назад не сделает. Не прогнется. Это по-любому. Настрой будет хороший. А в остальных факторах мы попробуем что-то как-то тоже прибавить в скорости, прибавить в выносливости, в силе. Работаем потихонечку над этим тоже? Да, очень интересно, что же предложит все-таки Кори Андерсон. Потому что Вадима мы все знаем, как он работает, что он умеет делать. И, конечно же, Кори Андерсон, а даже скорее его тренер, я думаю, больше рассмотрит Вадима под микроскопом. Потому что, насколько мне известно, Кори только кажется спортсменом непрагматичным, да, и таким любящим рисковать и так далее. У него, конечно, железобетонные добивания, это все понятно. Но все-таки работать в длинную Кори тоже умеет. Но, с одной стороны, умеет работать в длинную. Вот сейчас мы смотрим, как великолепно Кори Андерсон добивал Райана Бейдера. До этого, в общем, он просто замучил Давледжана и Кшимурадова. И, в общем, мне кажется, что для Кори Андерсона в этом поединке было бы и очень выгодно, и очень важно перевести Вадима прямо вот в первом раунде. И затем включить гранд-энд-паунд. Потому что, если не получится, то за счет скорости, весьма вероятно, Вадим будет перебивать Кори, и силы начнут убывать. Во втором будет сложнее, в третьем еще сложнее. И поэтому все силы необходимо Кори бросать, в общем, в первом раунде на борьбу. А там уже, в общем, как Вадим сумеет отзащищаться и что сумеет противопоставить. И еще один момент интересный есть. При подготовке Кори Андерсон спарринговал и занимался долго не с кем-нибудь, а с Магомедом Анкалаевым. И поэтому, также с Вадимом, когда общались, я его прям подталкивал. Ну, можно же позвонить просто, узнать, что там, как там Марк Геннери и Кори Андерсон, что они там готовят-то, да? Вот. Но понятно, что идет титаническая работа. Понятно, что Вадим чемпион. И здесь будут не просто шахматы. Здесь оба парня способны вывести себя на пик возможностей. И у того, и у другого есть сильные и слабые стороны. И по факту мы можем получить такой зарубной и, может быть, не очень интересный бой, потому что, может, ни у того, ни у того не получаться много «е». Вот это что. Ну, типа такой сценарий, что каждый сосредоточится на том, чтобы не дать сопернику что-то сделать. Да. Ну, посмотрим. Поединок действительно двух достойных соперников. А, еще мы, кстати, один момент не отметили. Кори Андерсон-то пробитый у нас. Несколько поражений нокаутом. И, в общем-то, здесь, как раз, мне кажется, тоже кроется очень хороший шанс у Вадима Немкова. Мы знаем, что здесь уже, когда человек несколько раз побывал в нокаутах, это даже не вопрос психологии, это вопрос, скорее, физиологии. Да, одно хорошее попадание, в общем, может стать для Кори роковым. Главное, чтобы попал, как говорит Александр Васильевич. Возвращаемся, да. Возвращаемся. Ну, а сейчас давайте послушаем, что думают парни полегче. Сокоманник Вадима Немкова, Никита Михайлов, также поделился с нами своим мнением. Ну, такой тяжелый будет бой, однозначно. Или тяжелый будет бой, или быстро закончится. Это, ну, это мое мнение. Вот. Как мы видим, что Вадик бьет во всех боях и заканчивает досрочно. Я думаю, что досрочно Вадя его закончит. Ну, посмотрим. Сейчас Вадик тоже набирает обороты. В хорошей форме уже. Можно сказать, что сейчас Вадим сильно лучше, чем он же образца августа прошлого года, когда победил Бейдер. Да, он прибавил. Ну, как и все бойцы, от боя к бою все прибавляют. Я думаю, что, конечно, прибавил. Не видишь ли ты опасности в длине рук и ног Кори Андерсона? Кажется, что просто он какой-то бумер. Там, ну, понятно, что у темнокожих парней всегда с размахом проблем нет. И здесь будет очень большое преимущество, а учитывая вот эту вязкую борьбу, в которую затягивает потихоньку, не как Бейдер. Кори работает совершенно по-другому, да. Это, я бы сказал, не американский стиль. Это американо-африканский какой-то стиль у Кори, очень такой изысканный в борьбе. И он здорово заманивает вот эти свои ловушки и пытается соперников измотать. А мы знаем, что четвертый-пятый раунд по Филу Дэвису, да, у Вадика проблемы с кардио возникали. Возникали, ну, не прямо уж там сильные какие-то. Ну, это чемпионские раунды, естественно, будешь уставать. Ну, ребята говорят, видели его, но не сказали, что он прям огромный какой-то, еще длинный. Ну, да, там, может быть, где-то ты на рук, ног больше. Ну, не настолько. Я думаю, Вадя и все план выстрелили на бой и знают, что делать против него и будут работать. Ну, что ж, очень интересное мнение Никиты Михайлова. Но дело в том, что в команде Федора есть человек, в общем, про которого все практически говорят, что он очень хорошо видит все расклады, все плюсы и минусы других спортсменов со стороны, у которого очень хорошие тренерские задатки. Это Кирилл Сидельников. Давайте послушаем, что он думает по поводу этого поединка. Вы знаете, по поводу подготовки Вадима можно сказать много. Он профессионал своего дела. И если вот так вот рассуждать, смотреть его историю боев, то именно с Японии, когда он дрался, то есть он начал прогрессировать с каждым боем к бою. И это тот человек, который, знаете, вот не надо тренера, то есть ему не нужны тренера для того, чтобы там подсказывать или говорить, как тренироваться. Он сам тренируется постоянно. Он тренируется, можно сказать, 24 часа. Я говорю, это один из тех... Он напоминает где-то молодого, наверное, Федора, когда Федор тренировался, порхал. И вот Вадим, прям, вот знаете, вот он принял у Феди вот эту, наверное, чуйку в тренировочном плане. Поэтому к Вадиму тут нельзя сказать, что он как-то плохо готовится. Он готовится всегда идеально, всегда профессионально. И поэтому тут только похвала Вадима. Вадим быстрее, Вадим жестче где-то на какие-то моменты. Я думаю, Вадим может попасть. Потому что мы видели бой вот с русским парнем, которым он дрался. То есть там видно, что он пропускает. Пропускает, и иногда он упадает. То есть я думаю... Не, Вадим, я думаю, все хорошо. Знаете, в том гранпри, когда изначально составили пары, да, самый сложный был для меня, ну я как это видел, как это был Фил Дэвитс. Самый сложный, самый опасный партнер. Как бы Кори Андерсона я, может, где-то недооцениваю. Но для меня он не такой был сложный, как тот же Фил. Ну, даже внутри команды Федора есть разногласия. Александр Васильевич считает именно Кори самым опасным соперником для Вадима. У Кирилла другое мнение. Мне, кстати, сам Вадим тоже придерживается того, что именно Фил Дэвис, самый вообще тяжелый, именно с точки зрения физических возможностей соперника в его карьере. Но здесь вот чуть-чуть надо затронуть тему о том, как бьет Вадим. И все мы знаем про его и хайкики, и вообще его любовь к ударам ногами. Но Кори Андерсон, как мне кажется, не тот вариант, где можно отрабатывать подобного рода фишки, тем более в начале боя. Но все, конечно, зависит от контекста, от ситуации. Действительно, Андерсон, как мы уже отмечали, невероятно опасен именно в граунд-энд-паунде. То есть здесь надо с одной стороны работать аккуратно, с другой стороны, если Вадим заставит Кори отступать, пятиться, то хайкик вдогонку, как говорится, самое милое дело. Почему нет? В общем, и опять же, помнишь, что происходило в поединке Немкова против Бейдера? Когда на выходе на дальнюю дистанцию Вадим не доставал соперника руками, то подключил в какой-то момент хайкики и попал. Но, может быть, уверены, что Андерсон тоже все эти расклады просчитывает и будет очень аккуратен. Да, и тут еще один момент, потому что у нас все укладывается в какие-то две стези. Либо быстро Вадим попадает и вырубает Кори, либо тяжелый бой, неизвестно, кто выиграет все пять раундов. Может быть, у самого Вадима другое мнение по этому поводу? Давайте послушаем. Мне все говорят, что он выше меня и крупнее. Мы с ним пересекались так на взвешивании. Он чуть-чуть выше меня, может, чуть длиннее руки. Такой прям критической разницы я не чувствую в этом. Почему все так говорят? Потому что, когда выжил фейс-то-фейс после моего боя, я стоял босиком, он стоял в туфлях, в пиджаке. И поэтому, я думаю, людям всем показалось, что он выше там на пол головы. Да, он выше там на сантиметра на три, на четыре, может быть. Но это не такой критический, не критичный показатель. Вот длиннее рук, может, там на пару сантиметров тоже подлиннее. Но я тоже физически крепкий. Ну, Фил Дэвис как бы для меня был, ну, пока я говорил, как и говорил, Фил Дэвис самый физически такой крепкий боец был. Опыт есть, работать с такими бойцами, борцами. Так что будем работать в своей манере. Такого нового ничего придумывать не буду. Ну, он достаточно быстрый. Он универсальный боец. Он хорошо работает в стойке, бьет плотно, жестко, хорошо борется. У него сильный гранд-энд-паунт. Ну, я не могу сказать, что он там делает болевые, выдушающие. Он такой больше американская школа ММА перевести и контролировать в партере, разбивать. Мы готовились под это все. Так что, я думаю, бой покажет, кто сильнее. Да, мы разбирались с Федором и с Васильевичем, ну, нашли, как бы, увидели то, что он делает. Чаще всего это сдвоенные джебы, правые такие оверхенды, работа ногами. Ну, не сказать, что быстро какая-то, но он бьет жестко. И такие, если левой ногой бьет, то с разножки, то правой, но тоже такие, как чуть подзатянутые. Ну, исходя из этого, мы тоже готовились, строили план на бой тренировочный. Ну, а так, остановясь, у него сильная сторона, это, наверное, его борьба. Он привык работать первым номером. Его надо столкнуть назад, заставить работать первым номером и не давать ему делать свою работу, в принципе, как и со всеми бойцами. Надеемся, что у Вадима все получится и действительно сможет он работать первым номером на протяжении того количества времени, которое потребуется для достижения победы. И, конечно же, именно ее мы и желаем Вадиму Немкову. Кстати говоря, логистика в этот раз получается проще, чем обычно. Потому что у них было две пересадки обычно, в этот раз только одна. Вадим тоже отмечал, что лететь будет проще. И согнать последние килограммы тоже необходимо максимально качественно, грамотно и аккуратно. Давайте переходить к главному бою вечера. Белатра 277, реванш Патрисио Фрейре против Эй-Джея Маки. В июле прошлого года они побились в первый раз. Ну и как побились? Две минуты. Что мы там увидели? Мы увидели то, что Фрейра умеет газовать с первых секунд. Мы и так это знали. Мы увидели то, что Эй-Джея готов встречать и готов сражаться на любом поле, что в стойке, что в борьбе, в стойке, что в партере. То есть было подтверждение этому. И фактически все было настолько содержательно, быстро. Это был просто как взрыв какой-то. Но на таком уровне любой поединок может закончиться после каждого удара. И в данной ситуации мы увидели, что один пропущенный удар в итоге стал для Патрисио роковым, когда он в итоге потерялся и позволил себя задушить. Если мы говорим более, наверное, концептуально про этот поединок, то это столкновение двух символов Беллатора. Просто одно дело, что Патрисио Питбуль несет этот крест уже долгие годы. Вместе со своим братом, братьем Питбуль, чуть ли не с самого зарождения этой организации, были одними из первых и главных звезд и остаются до сих пор таковыми. И, кстати, Патрисио считался главным среди этой пары, несмотря на то, что он младше. Так и считается. Ну, Патрике просто сейчас владеет титулом, если не ошибаюсь, легкой весовой категории. Ну, это как бы де-юра, да, но де-факто все же понимают, какие заслуги у Патрисио. Вот. И здесь, конечно, такая классическая у нас ситуация, когда опыт против молодости, потому что, наверное, самая яркая звезда именно по яркости сияния в Беллаторе на данный момент это непобежденная Джей Макки. Вообще во всех дивизионах, наверное. В принципе, да, промоушен. А тут, ну, конечно же, хочется поговорить про вот эту самую теорию Чейла Сонана, да. А только здесь, ну, куда уже еще более уверенно. Потому что, ну, в чем суть теории Чейла Сонана, если молодой побеждает более возрастного? В первом и во втором он делает это еще более уверенно. Где здесь еще больше уверенности взять? Как раз очень важна работа над ошибками. В первую очередь, Патрисио Фрейра. Учитывая его опыт, он эту работу точно проделал. И что может предложить Патрисио Эй-Джею во втором поединке? Он же станет осторожнее. Ну, есть вообще ощущение, да, что Патрисио сделает ставку именно на затягивание боя. Причем Эй-Джею Маки же не раз говорил и доказывал, да, что его философия в клетке состоит в том, чтобы действовать именно на территории соперника. Хочешь бороться, я тебя переборю. Хочешь драться в стойке, заставлю тебя, в общем, попасть в мир Морфея в стойке. Вот видим сейчас как раз фрагмент их первого противостояния. Сразу руки поднял Маки, после первого удара как будто бы уже нокаутировал. Но нет, в итоге гильотина. Вот. И возможно, возможно, суперопытный Питбуль, как раз затягивая соперника в более поздние раунды, на фоне там усталости, именно работая в своем стиле, в стойке, когда надо агрессивно, когда надо, вытягивая соперника на себя, сумеет заставить более молодого и менее опытного Маки в какой-то момент ошибиться. А мы знаем, что абсолютно беспощадному Питбуллю достаточно всего одной ошибки, как правило. И вот здесь, мне кажется, как раз шанс у Патрисио. А так, конечно, да. Да, и плюс ко всему Патрисио может постараться провести такой бой а-ля с Сануэлем Санкисом. Но все-таки другая антропометрия у Эй-Джей Маки. Да и вообще, я даже чуть о другом хотел поговорить. Времени уже не так много. Вот если ты Скотт Кокин, у тебя есть Патрисио Фрейра, да, человек, который стабильно продает билеты, ветеран, всю жизнь в конторе, как говорится. Есть Эй-Джей Маки, молодой, перспективный, непобежденный звезда во всех смыслах. И они тебе оба нужны, но ты их должен сводить в реванша. То есть, получается, что здесь точно будет победитель, возможно, будет третья история, кто знает, да. Но с точки зрения организаторов, ты здесь и сейчас выиграешь, но одна из твоих звезд немного упадет в цене. Но дело в том, что в обоих этих спортсменов были сделаны билатором огромные инвестиции, да, и сейчас просто эти инвестиции. Можно сказать, что Скотт Кокер, я не думаю, что, знаешь, раздосадован или разозлен, наоборот, он собирает сливочки, да, со всего этого. И, наконец-то, вот пришло время таких супербоев. И, действительно, БеллатР-277 один из, в общем, крутейших турниров в этом году. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. В общем, смотрите смешанные единоборства ВОКО. С вами, как всегда, были Ян Баранчук и Алексей Володин. Счастливо, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!